Соль и Лецк. Здесь проживает всего около 27 тысяч человек. Главное богатство Соль и Лецка – это его соленые озера. Их всего 7. У каждого озера свойственный только ему химический состав и полезные для организма вещества. Озеро Развал появилось в результате соляных разработок на горе Тостюбе. Максимальная глубина озера Развал – 18 метров. Но как бы вы ни старались утонуть в нем, у вас это не получится. Потому что в этом озере концентрация соли доходит до 340 грамм на литр. Для сравнения, в Мертвом море всего лишь 315 грамм на литр. Озеро Дунино, или его еще называют Бромное озеро, из-за высокой концентрации брома. Глубина озера всего 3 метра. Есть участок берега с лечебной грязью. Примерно такой же состав воды и в озерах Голотные воронки и Новая. Народу много, лежанки найти тяжело. Это еще будний день. Выходные тут вообще раза в полтора больше. Озеро Тузлучное. Образовалось раньше всех остальных озер. Отличительной особенностью этого водоема является то, что вода в нем может прогреваться до 60 градусов. Рядом есть грязевое озеро. Глубиной всего 2 метра. Малое и большое городское озеро. Эти два озера по сравнению с остальными солеными озерами можно считать пресными. Соли в них всего около 3 грамм на литр. А вот глубина в них превышает 10 метров. Так что будьте осторожнее заплывами. Туристам следует помнить, что вода в соленом озере достаточно сильно раздражает кожу, даже с небольшими царапинами, чтобы вызвать острую боль. Используйте лейкопластырь. И в любом случае не стоит находиться в озере развал более 20 минут. Заболевания, которые успешно лечатся в этих озерах. Дерматит, экзема, псориаз, осложнение после переломов, боль в суставах, ревматизм, остеоартрит, остеоартроз, остеохондроз, остеомиелиты, шпоры, заболевания нервной системы и половых органов, ДЦП, осложнение после операции и тромбофлевит. Субтитры создавал DimaTorzok